Всем привет! Сегодня речь пойдет о сборке самой доступной на рынке и к освоению моносплит-клавиатуры Планета от ErgoHeaven. Данная клавиатура стоит всего лишь 4000 рублей. Подобная клавиатура обычно стоит от 6000 рублей. Потому цена планеты немного удивительна. А что не менее важно, это то, что на ней есть цифровой ряд, в отличие от других сплит-клавиатур. В моем случае это кит для сборки с пайкой. Если вас все же пугает самостоятельная сборка, то можете взять готовую, уже собранную клавиатуру. Но в пайке нету совершенно ничего сложного. Корпус, напечатанный на 3D-принтере из PLA-пластика, печатная плата, один резистор и один пьезодинамик, который очень забавно пищит. Нашей первоначальной задачей является собрать печатную плату. А это припаять под свап-сокеты, SRD-компоненты платы, а также мозг самой клавиатуры. Для пайки нам понадобятся следующие компоненты. Паяльник, припой с флюсом, пинцет для того, чтобы придерживать SMD-компоненты и ход свап-сокеты при припайке. А также... как это называется? Кусачки. Так оставим. Теперь перейдем к тому, как припаять тот или иной компонент. Первое, что мы делаем, это наносим немного припоя на одну из сторон для более простой припайки всех компонентов. Обратите внимание, что при припайке пьезодинамика стрелочка на нём должна смотреть вправо. Резистор можно припаивать любой из сторон. Ух ты, какой же мелкий. Надеюсь, это будет не так сложно, как я думаю. Ха! Изи! Я больше всего боялся его припаивать, а я его припаял вот и геравнее, чем всё остальное. После того, как я это сделал, я принял решение припаивать SMD-диоды, так как, на мой взгляд, их припаивать сложнее всего. О, какой кайф. Я просто оттягиваю, а они выпадают такие. Для начала на все площадки нужно нанести немного припоя, чтобы было легче припаивать SMD-диоды, потому что они маленькие. Пинцет по сравнению с SMD-диодами, как вам? Обратите внимание, на SMD-диодах есть маленькая полосочка, которая обозначает малярность. Смотрите заранее, потому что, ну, как бы, сгоревшая плата, это невесело. Это идеально получается. Я не думаю реально. Я потому что смотрел всегда, все говорят, вот эти маленькие компоненты паять нереально сложно. Лучше там, я не знаю, пойти... Надо поменьше мата в роликах. Нас дети смотрят. Уху! Яху! Ты сейчас делал? Да, я припаял все хот-свап сокеты. Ну и, соответственно, в комплекте были несколько лент из 62 SMD-диодов и хот-свап сокетов. А вообще, что-то мне это напоминает. Хот-свап сокеты припаять в разы легче, чем каждый раз перепаивать свечи, если вы их захотели поменять. Для этой клавиатуры я выбрал свечи Yellow, Vucu, Vucu, Fuki... Короче, напишите в комментариях, как правильно читается это название. Я давно хотел поподробнее изучить данные переключатели, так как они одни из лучших на рынке с точки зрения того, как они смазаны в стоке. В данных переключателях используются нейлоновые хаузинги и POM-STEM. Но самым интересным в них, на мой взгляд, являются их пружины. А именно, это 22-мм позолоченные дабл-стейдж пружины с весом 53 грамма в нижней точке. Нажатие ощущается очень мягким и равномерным. В общем, смело рекомендую данные переключатели к покупке. Как же я модифицировал данную клавиатуру? Первое, что стоит отметить, это то, что в стоке сплиты, моносплиты всегда звучат плохо. А если быть точным, ощущаются пустыми. И это абсолютно нормально, так как эта история не про звук, а скорее про эргономику и новые ощущения при печати. Кейкапами стали уже знакомы и всем, кто видел наше видео про ICR ТОП-40, АКО и МДА ЮНСИ БЛЮ. Почему именно их? Потому что в данном сете были все необходимые подходящие клавиши по профилю и надписи на них. Ну и разумеется, потому что они у меня лежали на полке. Что можно отнести к плюсам данной клавиатуры? Разумеется, это удобство при печати. Система тентинга. Добротный корпус. После моддинга она звучит великолепно. К минусам можно отнести, что в стоке она звучит плохо. Плохо. Ладно, вернемся к пайке. Припайка мозгов данной клавиатуры. В данном случае чип находится вплотную к плате. Советую сразу выдвинуть хедеры для большего комфорта при его припайке. Да ездить так как сложно. Припаиваем 4 пина с каждой стороны, после чего переворачиваем плату и припаиваем с другой стороны, чтобы плата никуда не съезжала. Ну а дальше с внешней части платы. Капаем на все пины припоем и обращаем внимание на то, чтобы он нормально контактировал с платой. Зачем нужны сплит клавиатуры и почему я выбрал именно моносплит? Наверняка многие из вас слышали о том, что внешний вид клавиатур мало видоизменился. А откуда же он пошел? Да, все правильно, с печатных машинок. Первый из которых уже порядка 300 лет. Уже давно было признано, что придуманное тогда расположение клавиш сложно назвать естественным. Но и есть еще одна проблема. Ортолинейные и сплит клавиатуры решают данные проблемы и призваны избавить вас от боли в руках после долгих сессий за клавиатурой. С этого момента поподробнее. Что значит сплит клавиатуры и ортолинейные? Сплит, как не сложно догадаться, это клавиатура, которая разделена на две части. Зачем? Все для того, чтобы вы могли расположить свои руки максимально естественным для вас образом, в избежании лишнего напряжения в запястьях. Лично я, до того, как начал пользоваться Элис Лайаутом, сталкивался с болью в запястьях при долгой печати. Что же означает ортолинейные клавиатуры? Это означает, что все ряды находятся параллельно друг к другу, и все для того, чтобы не совершать лишние движения в других повскостях. Что, на мой взгляд, звучит довольно логично. Моно сплит клавиатура была выбрана чисто из-за ее внешнего вида. Она мне напомнила Элис Лайаут, из-за чего я понял, что адаптироваться к ней будет довольно просто. А также большое количество дополнительных клавиш, чем обделены другие сплит клавиатуры. То есть, имеется цифровой ряд и множество кнопочек снизу. После того, как мы все припаяли, проверяем пайку. Нет ли по ошибке перевернутых диодов или других компонентов, и перейдем к прошивке. Для этого вам понадобится прошивочный файл, который мы скидываем как на накопитель при зажатой кнопке BootSell. Для проверки и перенастройки нам понадобится приложение Vial. Заходим в раздел Matrix Tester и проверяем корректность работы всех кнопок. А проверить их можно тем же пинцетом, прикладывая его к контактам от SwapSocket. Все работает? Что? Мы собрали и все работает? Что? После этого клавиатуру можно считать полностью готовой к модификациям и к сборке. Каким образом я ее модифицировал? Для того, чтобы снизить гул в корпусе, я проложил силиконовую шумоизоляцию толщиной в 1 мм. Сделал Tape Mode для еще большей глупости. Ну и дополнил все это P.E. Foam Mode. Звук получился настолько глухим, насколько это было возможно. Результатом я в целом доволен, и это главное. Каково печатать на планете? Если честно, то сложности в адаптации у меня не возникло вообще, так как она отдаленно напоминает Alice Layout. Но вот со слоями я несколько повозился, так как мне было не совсем удобно расположение букв. Я привык к тому, что буква И у меня находится на правой части клавиатуры, и нажимаю я ее указательным пальцем. Поэтому было принято решение отказаться от твердого знака в стоковой раскладке и переставить его на другой слой. Кстати, тут стоит более мощный мозг, в который помещается до 16 слоев. Зачем? Зачем? Это была не лучшая идея. Пьезодинамик также очень прикольная штука, если знать, как его отключить. Я лично первый час тренировки тайпинга слышал не клавиатуру, а это. Я бы оставил его включенным только при сменах слоев и зажатии капса, но лично я в основном при печати использую наушники, из-за чего эта фича для меня оказалась попросту бесполезной. Привыкание к ортолинейной конструкции процесс не особо сложный. Для этого вам всего лишь придется понять, что для того, чтобы набирать текст, ваши пальцы не должны двигаться в горизонтальной плоскости. Как только вы справитесь с этой задачей, можно считать, что вы научились печатать на этой клавиатуре. Я решил проэкспериментировать и дать своему монтажеру эту клавиатуру. Все равно у него ее нету после недавних событий. Каково на ней играть? Благодаря достаточному количеству кнопок в нижней части клавиатуры, можно с легкостью забиндить вспомогательные кнопки. Например, для меня это открытие карты и использование вспомогательных предметов. Ну и по классике, вот геймплей на данной клавиатуре. Это было слишком неожиданно, но я ее хотя бы убил. Не знаю, вот на меня сейчас. Тряк, ног. Я за вами. Да, уже что смысл? Иду, иду, иду. Открыли. Вот дурак, а! Я не могу зайти. Тут другой отряд, тут другой отряд. А-а-а! Выхожу! Я не успел нажать, поднять. Мы оба вниз. Да не, мы вместе. И вас запалили? Нет, нет, не видели. Дайте пушиться. Они там очень много понокли. Склад закончился? Да. Там октан дохлый, там октан дохлый сверху был. Уже захиливался уходит. Да, вижу. Слева. Найс, минус отряд. А что, как быстро все забирают? Как мы все на говно налетели, да? Красный щит справа, почти без щитов он. 70, вот там. Двое по середке все равно. Крякнул одного еще. Отходи на меня, отходи на меня. Один вообще кряк. Ммм, сверху. Да, вижу. Еще банку, банку ем, банку ем, банку ем. Все, все, идем, 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 идем. Манок. Другой отряд вообще, да. Я по нему, я по нему. Давай. О, больно, 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 больно. Лоба, закрой двери. Молодец, Лоба. Нормально, нормально. Можешь сильно не хил. О, нет. Один без щитов снаружи. У меня тут где-то банка была. Ой, ребята, нам надо в зону. Да. Так, да. Банка минус. Отлично, отлично, отлично. Зона? Да. Прям слева от меня ем. Тут портал, он в зоне. Не, да, все это будет. Анри, вообще, анри, у него не было поставить. Типа, слишком долго файтили за зону, надо было сразу же уходить просто. Да. Да там что-то как-то не до времени было. Мы как-то не сильно следили. Но это было уже хотя бы что-то на что-то похоже. Пальцы болят, правда. Не, печатать, зашибись, играть некомфортно, непривычно. Ну, понятно, что ортолинейность, это да, это удобнее, у тебя исключается движение вправо-влево пальцами, но я не мискликаю, либо не мискликаю, но несу палец не туда, куда нужно сначала. По итогу могу сказать, не бойтесь пробовать что-то новое или неизведанное среди клавиатур, ведь вполне возможно, что та или иная клавиатура окажется для вас очень удобной. А если вы любитель маленьких клавиатур, то посмотрите наше видео про ICR ТОП-40. Удачи! Снято!